Итак, позвольте с удовольствием представить исполнительница народных песен Татьяна Юрьевна Петрова. Спасибо. Добрый день. Вы знаете, Ставрополь – это удивительная земля. Объясню, почему. Я здесь много раз, вот по-русски как, заветы какие наши, чти Отечество небесное, земное, люби отца, мать и душу свою бессмертную. И живи, не наживайся. Такие основные какие-то постулаты наши. Так вот, Ставрополь – город креста, город порубежный. И как его вообще земля одарила? Вот представляете, ведь нигде такого нет на нашей огромной России, чтобы лава земная в виде вод целебных, да, температура источника 57 градусов, то земля вам дарит, и всей России через вас она дарит здоровье свое и свою вот такую огненную суть земную на то, чтобы делать, на то, чтобы работать, на то, чтобы сохранять ее, нашу матушку. И поэтому, вот еще, вот почитайте на наших классиков, тянулись обозы, все к вам пить воду, лечиться, да. Сколько удивительных людей у нас. Сколько у вас история, сколько связано. И вот этот дар такой земной вам, он отражается на ваших лицах, на лицевцах Ставропольев. Взгляд, зрение духовное, очень духовное, открытый. Они сразу видят, когда человек выходит, и он поет или говорит, что он чувствует, да, или просто говорящая голова, когда говорят, только живое, вот сиюминутное рождение, сердце, пыло они принимают. По слову Аксакова, что народ-то, говорит, у нас, публика-то, говорит, у нас почтеннейшая, народ-то у нас православный. Вот сердца-то живые, живые здесь у вас сердца, это самое главное. Между прочим, вы привезли в наш край весну. Вот у нас до вашего приезда была такая погода достаточно спорная. У нас сейчас, вот если выйти на улицу, просто фантастика, то есть, наконец, можно считать, что 6 марта у нас весна. Ну, как говорят, на старт, внимание, март, теперь у нас март, праздник, весна пробуждается, да. Вот для вас это очень важный момент, не певица, не артистка, не актриса, да, исполнительница народных песен. А вы знаете, тоже могу поспорить, значит, знаменитый наш публицист и автор Вадим Кожинов, наверное, все его знают, он вот конкретно обо мне писал, что нельзя меня называть исполнительницей, потому что исполняют это те, кто когда-то что-то услышал, вышел и исполняет. А надо проживать. Надо выйти и прожить как в единственный момент, вот сегодня дарованный тебе. И ты можешь через себя, через это слово, которое в этой песне, через эту мелодику и через образ, который в тебе живет, отдать это людям. Это нельзя исполнять, это все живое. А вот учитывая то, что все-таки корни наши, они достаточно грустные песни. Какие? А, грустные? Да, музыкальные. Ну, как Сверидов говорил, Россия, страна берез, страна грусти, страна печали, страна Христа. Это же очень сложно, всякий раз проживать это все душой и сердцем. Если любишь, нет. Но вы знаете, вот весь мир, он говорит, во-первых, бессмертие души и вечность, оно же в медленном темпе. Понимаете, вот нам сейчас навязывают не наш темп, быстрый, да, по чужую дудку плясать. А ведь многие известнейшие совершенно музыканты мира говорят, только русские певцы и только русские музыканты держат медленный темп, потому что в медленном темпе вечность. И если ты не будешь внутри иметь большую наполненность духовную, будет пустота, и ты не выдержишь этот темп. И даже это можно сравнить по ритмам. Допустим, народные певцы говорят по-простому. Говорят, вот старая-то песня, она говорит, по заводям, по извилистым тихонечко течет, плывет. А говорит, новая-то песня, как железка по чугунке бежит. Понимаете, это уже другое состояние поспешения. А вы знаете, мне кажется, что музыка современная, она отчасти уже не музыка, а такое шумовое сопровождение. Да, мы сейчас в очень серьезном плену, и у нас такая задача-то серьезная. Надо круговую оборону просто держать. Дело в том, что средства массовой информации, они сделали все, чтобы мы жили не в своей звуковой среде, не в своей словесной среде и не в своих образах, которые нам близки, дорогие, родные. Навязываются эти ремейки западных и прочих стран. Но я думаю, что особенно в Ставрополии это видно, и фестиваль. Это же не просто, что он проводит столько лет, в смысле столько лет, вот приезжает сюда и взаимное такое, да, окормление идет. Надо бороться уже за свою песню, за свою историю, которую перевирает в угоду политическим амбициям. Поэтому правда и совестливость – это основа русского бытия. Там же не только песни, это же целый комплекс. Это сказки, это вот всякие перебаутки. Дело в том, что в моем представлении народная жизнь была такая цельная, то есть вымышленного, того, что не нужно, в жизни не было. Люди почему пели? Потому что у них на душе так было. И они это выражали, вот именно в этих словах, именно в этих неладических рисунках, да. А когда это некая такая прививка бескорневая, ну да, это может быть красиво. Песня – это состояние души, высокое состояние души. Вот у нас есть возможность пройти вот по лезвию бритвы, чтобы не скатиться с одной стороны вот такой фолк-попс, с другой стороны не уйти в обрядовость, да, и сохранить вот наши музыкальные корни. Да есть, конечно, она и обязательно есть, и мы будем так делать. Просто надо зерна от плевела делить. У русских всегда была душа. До крещения Руси душа всегда душа. Мы подушно, да, именовались душа в душу. И крещение дало бессмертие души. Понимаете, сразу все изменилось. И Христос, он же живой, он же не какая-то обрядовость. Это живой человек, который с нами, и который спас нас. Понимаете, вот это надо, может быть, это слишком религиозно, я говорю, но ведь и нельзя историю России воспринимать как обрядовость, что это когда-то было язычество, когда-то был Христос. Нет, да все живое. После крещения мы стали живыми. И церковь вот только подняла голову. Только она начинает нас окормлять. Но ведь все мешает. Понимаете, музыка, она действует на подсознание. И это не мы выбираем музыку, а она нас, потому что такие законы. Если вокруг будет звучать чуждая музыка, которая не отвечает твоему внутреннему национальному самосознанию и образу, она тебя будет перепрограммировать. Понимаете, это известно всем, это описаны труды целые, как можно просто человека заставить совершенно поменять свой путь, изменить свое мнение, слушая вот эту музыку. И есть вещи, которые... Ведь мы сейчас живем время, когда нет слова «нельзя», как бесцензурное, но это же просто невозможно. У нас конституция колониальная, в ней написано, что мы не можем иметь цензуры. Ну, это же невозможно, человек начинает страсти, страстишки свои. Все, что ниже, как говорится, пояса, оно лучше продается. Нет, все равно когда-то отечество, государство, это вот как-то... Конечно, государство, это непонятно, да, что такое. Вот сегодняшний день, но есть отечество, которое тебе надо беречь. Поэтому вот особенно, я считаю, на краевых вот таких, на губернских, это как-то легче сделать, да, сделать выбор свой. А вот мне интересно, вы встречаете людей, да? Неизвестно же, сколько их будет, что это будет за зал, насколько он будет ухожен, насколько это все... Всегда это такая загадка, да? Вот приехали, увидели глаза, и у вас есть программа какая-то, или вы вот немножко импровизируете? Вы знаете, я всегда немножко импровизируюсь, потому что как-то видишь сразу же, есть уже опыт, что людям хочется. Ну вот в эти дни мне хочется попеть побольше русских песен, романсов, и обязательно хороших советских песен, потому что тоже советский период, он такой удивительный по мелодике, по стихам. И вот это тоже часть нашей истории, ее нельзя забыть. Особенно песни из кинофильмов замечательные. На ваш взгляд, почему такой парадокс? У меня дочери, которые уже очень взрослые, да, внуков нарожали, и они, несмотря на то, что современные люди, мобильные, они очень любят фильмы, детчата, всякого... Ну, у меня дочь тоже самая, она только... А что это такое? То есть это же, получается, оно не совсем характерно для их логики жизни. Почему? Там есть правда, там есть уже, там есть жизнь, которая интересна всегда будет. На мой взгляд, и есть вообще такой период жизни, когда вот именно нравственность, нравственные ценности, сразу видно, где хорошо, где плохо. А тут такие сейчас примеси, помеси. В одном человеке в эту минуту он хороший, в другой плохой. Боже мой, разбирайся, ты в этом ходи. Логику потерял? Да, потеряли логику, да. Какие удивительные композиторы были. Я вот, Исаак Дунаевский, да? Да, Дунаевский. Просто мы одно время как-то все это забыли, и вот сейчас доставая совершенно, я в 17-летнем, наверное, возрасте услышал роман с Рощина, «Как боится седина» моего полоса. Вот для меня это было очень непонятно, о чем речь идет, потому что юноша молодой. Вот я сейчас понимаю всю вот... И сколько таких песен, да, да. Сколько таких песен. А вы знаете, и вот у меня есть такая передача на радиостанции «Радонеж», авторская песня «Свеча души». И я там делаю вот передачи вот конкретно о советской, вот конкретно о нашем гимне, допустим, об Александровце. Вот тоже наш гимн советский, теперь вот сегодняшний день, это гражданская молитва, потому что Александров был самым последним регентом, как назвали, красным регентом Храма Христа Спасителя. И он свою мелодику церковного гимна положил в основу нашего государственного гимна. Почему до сих пор? Его просто не могут сменить. В 2007 году Дума попыталась поменять, да. Так вы знаете, настолько вот это уже откуда-то сверху идёт, действительно. Нет, она всё-таки приняла решение оставить эту мелодию знаменитую, но только слова, естественно, поменять эти ситуации. И в этот же день у Александрова родился правнук, то есть как знак, что он одобряет, понимаете. И вот столько таких песен, как ты сказали, вот роман с Рощина, которым люди молились. Они начинали петь эти слова, соприкасаясь с любовью, с нежностью, и становились чище. А потом общая песня, она из населения делает народ. Сейчас в интернете очень популярный видеоролик на Ютубе. Австралийские мужчины, не знаю в каком контексте, поют хор такой очень серьёзный, мужской. Красная армия, чёрный барон снова готовят нам царский трон. Ну, видимо, в связи с посланием Владимира Владимировича. Это потрясающе. То есть вот эта смесь австралийского, во-первых, генофонда, с другой стороны, немножко неправильное произношение слов, и с другой стороны, очень искреннее проникновение в песню. Я думаю, что, может быть, не всякий наш хор смог бы это настолько искренне спеть. Вот было время, как ты сказали, что вы не чувствовали, да, эту песню, а потом она вам стала нужна, да, и вы её стали проживать. Но с другой стороны, она у меня уже была. У меня был уже опыт знаком с этой песней. Ведь сейчас за столом очень редко поют вот. А надо петь, надо понуждать, как говорится. Ну-ка, давайте вот семейные какие-то всегда там две-три песни обязаны просто иметь. Обязательно надо. Это просто мы должны сами трудиться. Ну, никто просто нам так... Что же мы в караоке же не будем играть? Мы должны по-живому от сердца к сердцу. Я вот искренне рад за четыре наших населённых пункта, где вы будете общаться с нашими зрителями, потому что формат нашей программы, к сожалению, не позволяет услышать ваше пение. Я подготовился, я послушал, там кое-что из меня слезу так выдавило, да, прощание. То есть я понял, что... Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, я очень хочу, чтобы пришёл народ, и я думаю, что у нас сейчас состоится наша песенная встреча. А пока, вы знаете, хочу объясниться в любви ставропольцам. Очень смешно зашифровано. Это так вот у нас в Сибири, где я родилась, на Урале, объясняется в любви. Сибири, где я родилась, на Урале, и тихо, и я гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри. Спасибо.